Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про универсальный отчет в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. С помощью универсального отчета можно получать различные аналитические данные. Найти универсальный отчет можно в разделе отчеты. Еще универсальный отчет. И здесь мы можем формировать универсальный отчет по справочнику. То есть выбираем нужный справочник и выбираем сведения из этого справочника по документу. Выбираем нужный документ и формируем по документу отчет также по регистрам сведений. Можно формировать отчет, регистры сведений. Они содержат разные данные в программе. То есть здесь вот можно посмотреть, какие именно регистры можно использовать. Также можно формировать по регистру накопления. Тут уже есть различные виды регистра и по регистру бухгалтерии. Регистр бухгалтерии, он здесь один, с помощью него можно выводить различные бухгалтерские счета. Здесь мы с вами сформируем в качестве примера на основании документа поступления, поступления акта накладной ОПД и с помощью кнопки настройки здесь можно делать различные настройки. И здесь можно выбрать еще таблицу, то есть это табличная часть. В зависимости от того, что у нас заполняется, товар и услуги тоже можно выбирать. И тогда здесь можно видеть уже по номенклатуре. Если мы выбираем в общем основные данные, то тогда здесь у нас идет в общем. И номенклатуры не видно. Лишние столбцы здесь можно убрать через настройку. Вот здесь вот в полях и сортировки. Если у нас расширенный отчет используется, мы можем снять ненужные флажки и оставить только те, которые нам нужны. И здесь тогда будет меньше колонн заполняться. Также здесь можно на закладке фильтра делать отборы. Допустим, здесь у нас идет по контрагенту. Мы можем сделать отбор по конкретному контрагенту. Добавить фильтр. И выбрать здесь перечень контрагент. И выбрать его название. Допустим, техносила. И тогда будет выходить только по контрагенту техносила. Если не нужно, можно отбор отключить, то есть снять флажок. Также на закладке поля сортировки мы можем делать сортировку. Допустим, можем отсортировать по сумме. По возрастанию, либо по убыванию. Допустим, по возрастанию. И здесь у нас все суммы отсортировались по возрастанию. А также здесь настройки можно менять оформление, если нужно. И менять структуру. Здесь по умолчанию детальные записи. А также здесь можно поменять структуру. Например, можно не по детальным записям формировать. То детальные записи. Это вот это все у нас в нашем вступлении. А в разрезе, например, контрагента. Добавляем здесь контрагента. Здесь у нас будет сначала в разрезе контрагента. И затем уже по детальным записям формироваться. То есть вот так вот будет выглядеть сначала контрагент. И документы по контрагенту. То есть это у нас сортировка по контрагенту. Это детальные записи. У нас здесь это документы. И вот так вот можно тоже формировать. Если у вас, например, несколько организаций в базе. Если вы ведете учет по нескольким организациям. И вы формируете отчет сразу по всем организациям. Вам нужно в разрезе этих организаций формировать. Здесь можно вместо контрагента указать организацию. Здесь у меня, скорее всего, нет. Потому что у меня базовая версия. То есть если у вас проф или корп, то можно тоже в разрезе организации формировать. Но здесь у меня в разрезе контрагента. Здесь по-разному можно настраивать. То есть здесь можно разные виды группировок применять. Для того, чтобы отчет был более наглядным. И затем, если мы, например, настроили, сделали какую-то настройку. Нам она нравится. И мы хотим ее использовать в дальнейшем. То мы можем ее сохранить. По кнопке сохранить как. Назвать ее как-то. И сохранить. Вот здесь у меня уже сохранена настройка. Поступление я делаю. То есть если я, допустим, выберу эту настройку. У меня выходит данная настройка. Здесь у меня тоже сумма. Я убирала некоторые поля. Структуру контрагента я здесь убрала просто. Если нужно, ее можно тоже вытащить сюда. И, соответственно, в разрезе контрагента сделать отчет. И в разрезе детальной записи. То есть это вот один из вариантов формирования универсального отчета на основании документов поступления акта накладной ОПД. А больше информации по формированию универсального отчета есть в отдельном видео в моем бухгалтерском клубе. Там рассмотрены более сложные примеры по формированию универсального отчета. И также можно задать ваш вопрос по формированию универсального отчета. Если вам нужно увидеть какой-то отчет и вы не знаете, как его правильно настроить. И также в бухгалтерском клубе есть много других видео на разные темы. На сайте можете посмотреть полный перечень. Ссылка на бухгалтерский клуб есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. Также подписывайтесь на мою бесплатную шпаргалку по программе 1С Бухгалтерия на примере предприятия, оказывающего услуги. В шпаргалке вы найдете все основные операции в виде сквозной задачи. Ссылка на шпаргалку также есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. А если вам нужно приобрести программу 1С, то можете обратиться ко мне и приобрести у меня электронную базовую версию, удаленную для всей России. Есть разные версии программ. Бухгалтерия, УНФ, зарплата и так далее. И также предоставляю доступ к программам 1С в облаке. Ссылка на контакты и подробности есть под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. А я благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Краснов. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте это видео лайком и комментарием. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал проекта. Все ссылки доступны под этим видео. Либо переходите по QR-коду на экране. И также заходите на мой сайт отбуха.ру с полезными статьями и видео по бухгалтерии, налогам и программам 1С. И подписывайтесь на мои группы в соцсетях. Все ссылки доступны под этим видео и также на экране. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи на следующих видео. Продолжение следует...